Друзья, всем привет! С вами Горохов Павел, вы на канале Сибирский Лов. И сегодня свяжем и поговорим об очередной приманке. Из названия ролика вы поняли, что сегодня речь пойдет о легендарной классике, точнее о ее модернизации, да, это мушка Red Tag. Всем известная, хорошо работающая как в верховом варианте, так и в мокром, да, то есть в виде нимфы под водой, тоже на них прекрасно рыба ловится. Есть различные варианты хвостов, там Red Tag, Orange Tag, Green Tag, все это зависит от цвета хвоста, названия, но суть мушки при этом не меняется. Когда-то давно, уже не помню сколько лет назад, может быть два, либо даже три года назад, я сделал мушку, назвал ее спинка с изюминкой, где я сделал спинку из пера павлина. И тогда эта технология, да, вызвала большой респект у вязальщиков, скажем так. Мне очень много выразили благодарности, и до сих пор люди оставляют вот этим видео классные комментарии, за что, конечно, вам большое спасибо. Но все мы с вами знаем, что технологии на месте не стоят, и изготовление такой спинки было немножечко сложным, и иногда пера павлина рвались, и тяжело было ее делать. Вот, сейчас я покажу вам еще один вариант, как, используя современные, скажем так, средства вязания, мы можем делать интересные варианты Red Tag, на мой взгляд, намного проще. Поэтому давайте повяжем. Итак, крючок. В данном случае размер крючка 0,5 форма крючка Chino Ring на мормышке. Мормышка латунная, но, как я всегда говорю, не имеет никакого значения, какой вы возьмете номер крючка, какой вы возьмете форму крючка, уж тем более, какого цвета вы возьмете мормышку, все это исключительно на ваш вкус. Далее закрепляем монтажную нить сверхпрочную, для того, чтобы этой нитью в будущем производить вязальные манипуляции. Далее нам потребуется сделать хвостик, как у Red Tag. Смотрите, можно использовать синтетические волокна, но, как правило, они есть не у всех. У тех, кто делает монтажную нить сам, распуская атласные ленты, то в красном цвете у вас получится ровница, остатки вот эти вот. С них прекрасно делать такие хвостики. Либо же можете использовать микрофлосс. То есть это может быть либо натуральный шелк, либо искусственный шелк. Самое главное в монтажных нитках, которые можно выбрать, чтобы нитка не была скрученная. Вот посмотрите, она, видите, она не скрученная. В данном случае у меня нитка Текстрим, поэтому, дабы не иметь в арсенале самые разные материалы, вы просто берете кусочек нитки, складываете его в 4 раза, вот таким вот образом, и все, и можете закреплять ее здесь. Таким образом, с помощью этой нити вы спокойно сможете сделать тот самый легендарный хвостик. Назовем его так. Далее, этой же монтажной нитью все прокрепим и уберем ее в сторону. Следующий материал, который нам потребуется, будет обычная белая монтажная нить. С помощью нее будем закреплять еще один материал, который здесь нам потребуется. Это будет Синель микрокактус. Всем вам известная, уже давным-давно она есть у нас, это Синель с маленькими, короткими, ломанными, прозрачными волокнами. Прекрасно зарекомендовала себя во всех регионах. Ну, в общем, говорить о ней много не приходится, лишь для тех, наверное, кто недавно в вязании. Потому что опытные вязальщики все прекрасно знают свойства таких материалов. Поэтому берем эту Синель. Цвет в данном случае LT Aliva. Так как мушка у нас мелкая, то есть крючочек 0,5, он, наверное, сравним по размеру с 14 номером скуда. Может быть, чуть-чуть он как бы пошире, да, в ширине загиба, но длина цевья, как у 14 скуда. Вот. И теперь я прямо отрежу, чтобы мне было удобнее. Либо вы можете просто убрать этот микрокактус в сторону. Следующий материал, который нам потребуется, это будет то самое перо павлина, без которого нельзя представить себе мушку Red Tag. Что можно использовать? Можно использовать бородки. То есть это вот отдельно уже нафасованные бородки пера павлина. Либо можно приобрести вершинку павлиньего пера. Это павлиний глаз так называемый. Там, скажу сразу, там бородки получше, они более, скажем так, широкие, с широким вот этим вот ворсиком, да, и работать с ним поприятнее. Но, если вы возьмете вот такой вот комплект, тоже проблем никаких не будет. Единственное, что выбирайте, потому что здесь, вот я вам сейчас наглядно покажу, попадаются и вот такие вот перья, откровенно говоря, бедненькие, да, поганенькие. В то же время попадаются и хорошие вот широкие перья, которые здесь тоже можно найти. Поэтому просто выбирайте хорошие перья. Я вот отобрал три перышка. Видите, примерно они такие вот широкенькие, красивенькие. Чем примечательно перо павлина, да, тем, что вот эти вот павлинии перья, они переливаются в интересном спектре, который практически невозможно повторить. От чего это сделано? От того, что, если посмотреть на это перо под микроскопом, то вот эти вот самые ворсинки, они представлены в виде хрусталиков. То есть они, поэтому, преломляя свет, такими вот интересными цветами светятся. Ну и рыбе, как все мы знаем, да, это дело прекрасно заходит. Все три пера совмещаем и закрепляем их на цвье. Перо павлина достаточно нежное в работе. Оно может запросто у вас порваться. Поэтому вот как раз, когда мы делали первый вид приманки, да, то есть спинку с изюминкой, ссылку на это видео я обязательно оставлю. Также оно появлялось там где-то в углу видео, не знаю, в левом, в правой стороне там. Посмотрите. Посмотрите обязательно, потому что мушка тестировалась и мной. Есть прям тесты по ней и есть огромное количество отзывов от рыбаков, довольных работой данной приманки. Поэтому обязательно тот способ тоже учтите. А я вам сегодня покажу немножечко другой, который, на мой взгляд, попроще. Друзья, приглашаю вас посетить мой интернет-магазин «Сибирский лов». В нем представлен огромный выбор материалов для вязания мушек, а также самые необходимые товары для сибирской рыбалки. Все, что представлено в моем магазине, я проверил лично и лично использую. Ассортимент магазина постоянно расширяется, только нужными, актуальными, а главное, качественными товарами. Найти магазин очень просто. Напишите в поиске «Сибирский лов» или же пройдите по ссылке в описании к этому ролику. Приятных вам покупок! Итак, перо павлина. Обычно перо павлина советуют скручивать с монтажной нитью и только после этого формировать тело, потому что рыба запросто сможет вашу приманку разорвать, если перо павлина не армировать. Я уже много лет использую свой способ изготовления, и пока нареканий по нему нет совсем. Не у меня, не уж тем более у клиентов. Мне об этом ничего не писали, потому что я сам проверяю, и что попало, я бы людям не отправил. Что попало, я бы не посоветовал. Поэтому вы просто берете перья павлина, и здесь два варианта. Либо вы можете просто сразу начать формировать тело, либо же все-таки подскрутите его немножко. Оно сразу становится, посмотрите, равномерно пушистым, и уже вот этой вот ниточкой от павлини, да, монтируйте. Как только у вас скрутка закончилась, подкрутите снова. Как только скрутка закончилась, подкрутите снова. Обязательно контролируйте натяжку, обязательно контролируйте вот этот процесс скручивания, и сильно, много не тяните, потому что перо, еще раз скажу, оно нежное, оно может легко порваться. Далее, монтаж нити коричневого цвета, с помощью нее закрепляем перо. Вот в таком виде оставлять мушку нельзя. К сожалению, сейчас у нас такое время, да, раньше было немножечко не так. Раньше люди, когда начинали вязать, они первым делом хвастались друг с другом, каким-то образом обменивались там на форумах, еще где-то, да, своими разработками на реке. Сейчас люди, как только они что-то свяжут, они сразу выставляют это дело на продажу. На авито там, вконтакте, да, сейчас социальные сети, время такое, все хотят подзаработать. Ничего плохого и зазорного в этом не вижу. Беда лишь в том, что многие делают это неправильно. То есть они сделали вот такую приманку, сделали головку и все, и мушка вроде как готова. А потом рыбак на реке, ловя одну рыбку, получает, что у него вся приманка расползлась нафиг. Чтобы такого не произошло, либо вы скручиваете перо павлина с монтажной нитью и потом делаете тело, либо, как я, берете монтажку коричневого, либо черного цвета и проходитесь по вашему перу в одну сторону с шагом и в другую сторону с шагом, полностью армируя тело вашей приманки. По большому счету, мы ничего не потеряли. Перо как было с ворсом, так и осталось. Блеск как был, так и остался. Но теперь разлохматить вашу приманку надо еще постараться. Поэтому в моем случае, еще раз скажу, ничего не распутывается. Поэтому советую делать так. И это однозначно проще, нежели заниматься скручиванием с пером. Но это мой подход. Он 100% не единственный правильный. Поэтому имейте это в виду. Можете делать это, как делают классики. То есть, все-таки скручивать перо с монтажной нитью. Это делается в петле. Но кому как. Поэтому я просто лишь говорю вам как пример. И он проверен, и он работает. Далее, уже исходя из новых способов и нововведений, которые мы с вами изучили, которые нам пришли в голову со временем, мы берем ту самую прядь микрокактуса и с помощью него, и с помощью белой сверхпрочной монтажной нити начинаем плести тело нашей приманки сверху. Делая спинку, добавляя уже, скажем так, проверенному и рабочему перу павлина еще и свойство проверенного и рабочего микрокактуса, у которого вот эти вот прозрачные волокна, торчащие в разные стороны. В данном случае они будут у нас выходить сверху. Способ плетения тоже я подробно показывал на канале. Ссылочку оставлю в видео, под видео, то есть можете зайти, если что, посмотреть и научиться. Чего мы с вами получаем? Мы получаем в меру торчащие волокна. Вот эти вот, видите, да? Которые, что они изображают? Да бог его знает, да? Но скорее всего они изображают какие-то ноги, но что они точно дают, так это они дают живость нашей приманке, потому что эти мушки, как я уже сказал в начале, они проверены уже годами и регионами, и это один из уже классических материалов, который покупается всегда на протяжении уже многих лет существования нашего магазина. Покупается всегда просто, потому что он действительно работает. И здесь мы с вами получаем интересное тело из пера павлина, да? С тем самым блеском. Плюсом сюда мы еще с вами добавляем интересную спинку из той самой синельки. И тем самым вроде как совмещаем два варианта. То же самое можно будет проделать с мушкой спинка с изюминкой, да? Только там уже вам придется тело сделать из пера павлина, а спинку сделать из шерстяной нити. По сути получите, наверное, да, да не наверное, а 100% ту же самую приманку. Поэтому, исходя из новых, вновь открывшихся для нас технологий, да, плетение таких приманок стало гораздо проще. Уже не надо париться там, что у тебя во время плетения порвется павлин, и все это дело разлетится. Смонтировать тело из павлина гораздо проще, нежели монтировать целое плетение с помощью нитки с павлином. Поэтому такой вот способ вам на вооружение. Мне кажется, что многим он должен быть полезен и в практическом смысле, и в смысле того, что познавание новых техник изготовления. Хлоп. Ну и все. И головочку необходимо покрыть лаком. Никуда ничего не денется. Все будет у нас прекрасно приманивать и ловить нашу замечательную рыбу. Последний штрих. Мы берем те самые ниточки, которые остались, и с помощью них делаем хвостик. Длина хвостика, ну вот если мы делаем сухую мушку, то длина хвоста должна быть не больше, не больше, чем половина тела приманки. В случае нимфы, как сейчас, ни о какой половине идти речь не может. Берем, делаем небольшой кусочек вот такой, вот так его разлохмачиваем и посмотрите, у нас прекрасный хвост, который как должно быть, как ему полагается, да, распушается и привлекает рыбу. Вот такая приманка, вот такой способ. Пробуйте, пользуйтесь, обязательно пишите ваши комментарии к этому ролику, будет приятно почитать, посмотреть ваши замечания, возможно, либо какие-то ваши подсказки. Все всегда читаю и ко всему прислушиваюсь. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok